Почему воздержание не работает? Для кого подойдет воздержание, а для кого нет? Вызывает ли воздержание простатит? Начнем с простого вопроса, который довольно часто может поступать мне в личку. Почему воздержание не работает? Это пишут мне обычно люди с очень маленьким стажем. Глеб, привет! Я воздерживаюсь неделю, две, три. Не вижу никакой разницы, воздержание ничего мне не дает. И хочется такому человеку сразу сказать. Но если тебе воздержание ничего не дает, на кой хрен ты вообще забиваешь себе голову этим воздержанием? Иди дальше, сливай и смотри порно, пока нормальные мужчины будут трахать девушек, на которых ты пускаешь слюни. Воздержание от порно и мастурбации. Это не волшебная таблетка, которая решает все ваши проблемы. Работает только комплексный подход. Каким образом воздержание сделает твою жизнь лучше, если ты помимо воздержания практически не двигаешься, ложишься в 3 часа ночи, плохо питаешься, залипаешь в тиктоке по 30 часов в день и так далее? Что ты хочешь получить тогда от воздержания? Как твоя дофаминовая система будет восстанавливаться, если ты порно просто сменяешь на другие сильные удовольствия? Поэтому если вы вдруг уловили себя на том, что воздержание не работает, вы скорее всего думаете, что это волшебная таблетка. По сути воздержание от порно и мастурбации возвращает вас в нормальное состояние из отрицательного. Вы из минус 1 приходите к нулю, а не в плюс 1. То есть само по себе воздержание глобально не изменит вашу жизнь, если в ней присутствуют другие различные наркотики и вредные привычки. Еще бывают люди, которые пишут, что воздержание это точно не для меня. У меня там какой-нибудь простатит, мне точно это противопоказано и всякое такое. Эту мысль в голову он конечно забил себе не сам, а ему забил не очень компетентный врач. Для кого же все-таки подойдет воздержание, а для кого нет? Хорошо, а если я сейчас поставлю вопрос, а для кого же все-таки подойдет отказ от алкоголя, а для кого нет? Для меня это примерно одинаковые вещи. И то и другое очень сильно влияет на вашу дофаминовую систему, причем в негативную сторону. Отказ от алкоголя это то же самое, что отказ от порно и возвращает вас просто в ваше нормальное состояние. Какой может быть вред от того, что ты не теребишь свою фасолину? Если кто не в курсе, мастурбация это в принципе неадекватный процесс для мужчины. Для этих нужд нам природа подарила женщин. Если у тебя нет доступа к женскому телу и ты решаешь проблему тем, что смотришь как другие мужики оприходуют каких-то женщин на видео и мастурбируешь на это, то у тебя что-то просто не в порядке с головой. Ты психически уже нездоровый человек. Тебя возбуждает позиция наблюдателя, а не участника действия. Ты самый настоящий купол. Все, кто смотрят порно, это самые настоящие куполды. Они живут не в реальности, а в выдуманной сказке, которую для них рисует порноиндустрия. И поверив в эти сказки, мужчины просто потом ничего не могут сделать с настоящей женщиной. У них не встает банально член. У молодых парней, сука, в 15-20 лет не встает член с девушкой. Вы вообще понимаете глубину этой проблемы? Я вам сейчас рассказываю то, что действительно происходит. То, о чем мне жалуются люди, то, о чем пишутся исследования. Например, в одном из таких собрали 150 мужчин от 20 до 30 лет с проблемой вялого члена. Только 5 из них вообще не мастурбировали. Все же остальные 145 человек это делали стабильно от 1 до 3 раз в неделю. И чем чаще, тем серьезнее у них была эта проблема. Поэтому всякий раз, когда ты мчишься к своей любимой актрисе, вспомнишь, что за все придется платить. И оплата очень высокая. Ты просто потеряешь способность удовлетворить настоящую женщину. И просто будешь нездоровым. Вот тебе оно. Надо? А потом, собственно, приходит идиот в белом халате, который говорит вам стабильно дрочите, ребятки, все будет нормально и так далее. Молодой человек может мастурбировать 1, 2, 3 раза в неделю. Даже если каждый день в этом не будет ничего страшного. Информации по поводу связи простатита и воздержания нет в медицинских исследованиях. Это просто вымысел, сказка. Простатит у тебя будет от мяса, от большого потребления соли, от того, что ты сидишь по 8-12 часов в день, как это делают таксисты, которые больше всего подвержены этой болезни. А никак не от того, что ты свою фасолину не мастурбируешь и не кончаешь там какое-то определенное количество раз в неделю. Я даже больше скажу, простатит ты заработаешь скорее от мастурбации, от того, что ты часто смотришь на голых женщин и не кончаешь. То есть доводишь себя до состояния стояка, возбуждаешься, кровь подступает к органу, ты не кончаешь, она застаивается. Вот так вот и происходит простатит. Оказывается, простатит может быть не от воздержания, а наоборот от твоей любви наяривать на пиксели. Так же, как и вялая эрекция свойственна как раз дрочерам, которые уничтожают просто под ноль свою дофаминовую систему, которая коррелирует напрямую с качеством вашей эрекции. Чем здоровее ваша дофаминовая система, тем крепче у вас будет стояк. Именно поэтому после больших доз алкоголя у парней член превращается в вялую тыкву. Потому что порно, как и алкоголь, очень сильно шатает дофаминовую систему. И я испытывал все то, о чем я вам сейчас рассказываю. У меня были проблемы с эрекцией, у меня был вялый с девушками. При том, что алкоголь я не пью, спортсмен с 6 лет и всякое такое. У меня в 20 лет была эта проблема. И знаете, как она решилась? Я перестал смотреть порно и мастурбировать. Прошло буквально полгода восстановления и все. У меня нет этой проблемы до сих пор. Таких стояков у меня не было за всю жизнь, как сейчас. Простите уж за подробности. Надеюсь, теперь понятно, для кого воздержание подойдет. Для всех мужчин оно подходит. Для всех мужчин, кто хочет себе здоровую психику, здоровую гормональную систему и хорошее отношение в семье. Кстати, насчет семьи. Воздержание от порно напрямую влияет на ваши отношения с противоположным полом. Потому что, когда ваша дофаминовая система не в порядке, вы становитесь более импульсивным человеком. Это в тупую влияет на все ваши отношения в семье, на работе, с друзьями и, конечно же, с девушками. Вам легче сорваться, наорать на кого-то, нагрубить из-за того, что банально вы находитесь постоянно в этой импульсивной волне. Или, например, то, что было раньше у меня, я был каким-то очень ревнивым человеком. Прямо это доходило до неадекватных вещей. А знаете, почему так? Потому что, просматривая порно, мы очень сильно сексуализируем женщин. Буквально видим в них куски мяса. Куски мяса, которые нужно только трахать и все. Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство мужчин просто пускают слюни на женщин. Смотрят на них снизу вверх и так далее. Они видят в женщинах не личностей, а ходячие вареники. Это абсолютно неадекватно и ненормально. Когда ты сексуализируешь и думаешь, что женщина кусок мяса, который всем вокруг нужно трахнуть, ты, конечно, и будешь неадекватным. Будешь там на ровном месте устраивать какие-то проверки, где-то там в чем-то подозревать и так далее. Это реально такая шизофрения. И, о чудо, это тоже проходит на воздержании. Ты становишься настолько уверенным, настолько спокойным, адекватным просто человеком, каким и должен быть. В море исследований есть про то, как воздержание положительно влияет на все аспекты отношений. Ты начинаешь воспринимать девушек просто по-другому. Не как поголовных шкур и так далее. Ты видишь личность в человеке и это идет на пользу в любом случае. Теперь давайте разберемся, влияет ли воздержание на привлекательность в глазах женщин. Ну, скорее да, чем нет. Потому что воздерживаясь от порной мастурбации, у тебя тупо меняется взгляд в глазах. Меняется твой гормональный фон. Ты становишься более энергичным, живым, разговорчивым и открытым. Таким мужчинам девушки тянутся проще, чем к закрытым людям. К закрытым мужчинам. Но давайте не будем перегибать палку адекватности. Если ты не умеешь в принципе общаться, выстраивать отношения с девушками, сам факт того, что ты не смотришь порно и не мастурбируешь, не обучит тебя с ними общаться. Тебе в любом случае придется делать какие-то действия, чтобы получить внимание. Если ты не будешь их делать, а будешь сидеть ждать чего-то в позе лотоса, то ничего, конечно же, не изменится. Этому точно можно сказать, что воздержание даст тебе больше энергии. Ты станешь более открытым человеком и начнешь своей открытостью привлекать женщин. Ну, хорошо, гуру воздержания. А вот если нет у меня девушки, что это по-твоему нормально, когда парень просыпается с мокрыми трусами? Спросит меня какой-нибудь хейтер, намекая на полюции. Полюции – это непроизвольное семяизвержение, которое происходит в ночное время суток. И действительно, почему это так распространено на воздержании? Считается ли это нормой или нет? Давайте разбираться. Но для начала давай так. А на каком воздержании? На воздержании, где ты жрешь по ночам, как свинья? Или на воздержании, где ты дрочишь напорно и не кончаешь? Или на воздержании, где ты заливаешься большими дозами алкоголя? Про какое воздержание идет речь? Если мы говорим про адекватный подход к воздержанию, полюции в принципе быть не может. Это не нормально для мужчины, что он просыпается с мокрыми трусами. Но кто придерживается такого адекватного воздержания? Кто знает о причинах возникновения полюции? Да, вообще, скажу я вам честно, мало кто в этом разбирается. Я вам сейчас называю причины полюции, а вы там как хотите к этому, так и относитесь. Можете записать себе в блокнотик, потому что эту информацию вы мало где услышите. Первая причина полюции это алкоголь. Вторая причина это переедание. Третья причина это поедание еды на ночь, особенно мясной пищи. Да, мясо очень сильно может влиять на то, с какими вы трусами проснетесь. Также на это в принципе влияет вся еда, которая вызывает большое количество слизи в нашем организме. Какая еда это делает, можно прочитать в интернете. Четвертая причина это ваше возбужденное состояние. То есть вы возбудились на фоточке, поглядели, пофантазировали, а потом удивляетесь чуду в кровати. Так вот, удивляться не стоит. Ну и конечно, куда без дрочки на грани. Это уже в принципе психическое отклонение. Когда человек может дрочить часами буквально и не кончать. Потом он в таком состоянии получит не только полюции, а и простатит. И во всем он, конечно, потом будет обвинять в воздержании. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Это моя практика и практика людей, которых я уже больше года консультирую. Вот мы вроде как и подходим к вопросу, блин, а что же такое правильное воздержание? Как вы уже поняли, правильное воздержание – это банальный отказ от порно и мастурбации. Все. Женщин я не отменяю, секс я поддерживаю. И считаю, что такое воздержание, если это вообще можно так назвать, является самым адекватным вариантом, который только может быть для здорового мужчины. Что же может являться неправильным воздержанием? Для начала, это ваша любовь сидеть на дейтинг-сайтах, бесконечно листать анкеты и наяривать вместо того, чтобы этих женщин соблазнять и вживую трахать. Неправильно будет смотреть тиктоки, рилсы, шорсы с полуголыми женщинами. Неправильно будет смотреть порно. И, конечно же, неправильно будет фантазировать и наяривать свою балду. По сути-то это все. Но мы все с вами понимаем, что если бы было это все так просто, взять и отказаться от такой зависимости, она не обрела бы такой популярности. Тема воздержания, ролики на тему воздержания, буквально каждый год набирают миллионы просмотров. Что у нас в русском сегменте, что на западе. Эта тема актуальна будет всегда, пока есть интернет и такой простой доступ к порно, буквально по щелчку пальцев. Очень много мужчин страдают от этой зависимости, страдали и будут страдать. Поэтому осталось лишь разобраться, как от этой зависимости нам с вами всем отказаться. И если вы давно следите за моим каналом, то вы в курсе, что силой воли, подсчетом дней и блокировщиками порно здесь ничего не решишь. Поможет только подход с интеллектом. Я его называю интеллектуальный подход. И состоит он всего из трех шагов. Это информированность, убеждение и бдительность. Три шага, которые встречаются во всех программах по избавлению от разного рода зависимостей. Будь то алкогольная или зависимость от наркоты. Первый шаг по избавлению от зависимости, это информированность. Нужно узнать очень много информации про вред порно. И когда я говорю много, это значит реально много. Изучить исследования, прочитать не одну книгу и так далее. Второй шаг, это убеждение. Выкинуть нахрен все нерабочие убеждения по типу, что сила воли поможет на воздержании, или что целебат это круто и так далее. И третий шаг, который остается, это всего лишь поддерживать бдительность, в которой там тоже уйма всяких ритуалов входит. Всю эту систему я придумал на основе трудов китайских врачей, которые не используют силу воли, почеты дней и блокировщики порно, а используют интеллект. Про секреты китайских врачей я и написал свою статью, в которой подробно рассказываю, как я избавлялся от своей десятилетней зависимости. Ссылка на статью будет в моем телеграм-канале. И напоследок я хочу сказать одну очень важную вещь. Быть сильным – это выбор. Пока.